Бокс на Олимпийских играх в Париже. Какое у тебя впечатление показывает от этого турнира? В любительском боксе творится неприятная ситуация. Я ничего сказать не могу о том, кто выступает и что там творится. Для меня удивление, что пять узбеков и один казах в финал вошли. Казахстан, Казахстан, Германия на чемпионатах представлены более масштабно. Одна медаль для Германии было неплохо, но обычно 2-3 человека у нас в Германии выступают в полуфиналах. В России они участвуют, в Украине тоже один человек в полуфинале. Это Хижняк выиграл, да? Да, первое место Хижняк. Одна медаль у Украины тоже ни о чем. В Белоруссии нету. Все страны, которые выступают в принципе. Но я не видел таких кубинцев, тоже плохо выступили. Я тоже удивляюсь. Кубинцы обычно по 7 человек в полуфиналах. Обычно они более мобильно выступают и более успешно. Я смотрю, честно говоря. Слава Богу, немецкий тяжеловец занял 3-е место. Поиграл Жалолову, которого сейчас небожительно стал для людей. Но у него довольно-таки равные бои. Это не лучшие его бои. Я видел его более сильные бои. Честно говоря, он грамотный парень. Обученный. Я видел в чемпионате мира. Он более как бы боксировал. Интересно, как я считаю. Здесь он боксировал по минимуму только чтобы играть. То есть все три боя у него были. Четыре боя у него по идее. У него норвежец. Потом норвежец, австралиец. Четыре боя. Все они были на уровне таком, чтобы как выиграть. Так как боксировал Володя Кличко в 96-м году в Атланте. То есть на уровне того, чтобы выиграть. Боксировали ровно столько, сколько ему надо. То есть он разбирался чуть-чуть и все бои выиграл. Здесь тоже выиграл все бои. Тоже с хорошим счетом. То есть 5-0. Но бои были такие. То есть не было изюмин. Только норвежец два раза упал. Это да. Но норвежец. Норвегий бокс не настолько популярен. А остальные бои и так. От рауда к рауду чуть-чуть. То есть он даже не растает по самому. Неплохой. Видел его профессиональный бой. Профессиональный бой. И пока его естественно ведут. У него не было сильных соперников таких. Ну нормально, стабильно. Ну так с такими как Усик тоже не был. Там пять лет сразу после Олимпиады. Какие допределения там на звание чемпиона мира Северо-фессионального по Северо-фессионалу. Проходит время. Проходят тренировки. При правильном подходе его ведут. Правильно крапотал. 9-0 у него. То есть без поражений. Все нормально. А вот как бы перспективы есть. Нормальные. А как ты считаешь, что люди, которые уже боксировали, Боксеры, которые боксировали у профессионалов, Снова могут боксировать на Олимпийских играх? Ну раньше такого не было. Это сейчас нововведение в принципе. Но не знаю. К счастью или к сожалению. Они не все выигрывают. Многие участвовали. И в предыдущей Олимпиаде многие участвовали. И никто из них в принципе не выиграл. Вот Джалубов наверное один выиграл. Я не знаю других пока. Ну не знаю. В данный момент. Но кто еще выиграл. Имея профессиональные бои и на Олимпийских играх. На чемпионатах мира выигрывал француз. Который двукратный чемпионат мира. У него там три профессиональные боя. То есть у профессиональных 60 и 500. Он профессиональный не такой сильный. А вот именно по... Ну не раскученный еще. А вот именно по любителям. Двукратный чемпионат мира. И был призыв лучшим боксером чемпионат мира в последнем. В тошке тиграться. В тошке тиграться. В тошке тиграться. Продолжение следует...